Вот у медведя, например, самая лучшая шкура, которая добыта ранней весной. Он выходит, у него такая шерсть густая и все прочее. Там есть способы, как определить. Но надо сделать 12 промеров, потому что в разных местах она разная. О шкурах и черепах хищников, о рогах парнокопытных, о том, что называется охотничьими трофеями, житель поселка Свердловский Александр Осиновский знает практически все. Он более 60 лет трудится в отрасли охотоведения, изучает жизнь и селекцию диких животных, дает рекомендации по ведению охотничьего хозяйства. Хозяйства нужны для того, чтобы ничего не исчезло. В Америке было миллионное стадо бизонов, больше 10 миллионов странствующих голубей. И они очень быстро все уничтожили. И вот только после этого они спохватились и стали большое количество национальных парков делать, все прочее, восстанавливать фауну. Но до прежних количеств не смогли. С миром диких животных Александр Иосифович вынужден был познакомиться в подростковом возрасте. Пережив блокадный Ленинград, эвакуацию в детский дом на Алтай, в 11 лет он оказался в Красноярском крае в Заполярье. Жили в проголодь, спасались охотой и рыболовством. 12 лет купили ружье. Мы смотрели на это не как на забаву, а мы заготавливали все продукты. Способ существования охоты, рыбалка. По окончании школы Александр Осиновский переехал к родственникам в поселок Свердловский. Армия, учеба в сельскохозяйственном институте, затем долгие годы экспедиции по охотничьим угодьям в горных районах в Восточной Сибири, на Кавказе и Закавказье. Есть подкормочная площадка, или там падали выложили. И человек сидит ночью с биноклем, с хорошим, смотрит. Они сходились на деревья с грецкими орехами. Вот я сижу с биноклем. Пришел медведь, залез на дерево. Вдруг пришло стадо кабанов еще по свету. Медведь там задергался, там заревел. Они, ну, внимательно, продолжают есть. Он там затих и сидел два часа. Работа, рассказывает Александр Осиновский, была интересная. Они вели учет промысловых животных, планировали отлов и расселение, решали, каких зверей пускать в размножение и сохранять, а каких стрелять в первую очередь. Нужно определенное половое соотношение. Лось – это ограниченный полигам. Когда бывает там стрелять, когда болваны руководят, они говорят, стрелять только самцов. Я спрашиваю этого руководителя. Говорю, а лосих кто будет крыть? Ты? То есть начинается прохолостание, падает численность. Ну, там у них еще очень интересная внутренняя борьба. Вот кабан моложе трех лет, не идет в размножение. Те сикачи, которые огромные здоровья, они его не подпускают к своему гарему. Так же и олине. Александр Иосифович сейчас по одному внешнему виду животного может сказать не только о его состоянии, но и о популяции в целом, о качестве среды, в которой он обитает. Более того, охотовед может на глаз определить качество рогов не только живого зверя, но и будущую ценность трофея, что важно для охотника. Александр Осиновский входит в состав Совета по охотничьим трофеям Росохот Рыболов Союза. Сначала был экспертом всероссийского уровня, затем международного, а теперь ему присвоено высшее звание сеньор-судья. Мнение сеньора не может быть оспорено. Вот я провел экспертизу, да? Никто не может подступиться и сказать, вот вы тут ошиблись. 26 июля Александру Осиновскому исполняется 80 лет. Он по-прежнему полон сил и энергии, продолжает выезжать на выставки, оценивать трофеи охотников, обучать охотоведов. Он пишет пособия по ведению хозяйства по отдельным видам. Уже готовы к книге по лосью, благородному оленю, пятнистому северному оленю. В ближайшей перспективе обучающие издания о хищниках. Игорь Поляков, Галина Хладцова, телерадиокомпания «Щелково». Игорь Поляков, Галина Хладцова, Тректория И.Хладцова, Тректория Редактор стучи